Привет! В сегодняшней конференции мы поговорим о хетской державе. Также будут некоторые дополнительные темы и дополнительная информация. Начнем с того, что мы поговорим о происхождении хетов. Хеты упоминаются в священной книге христиан, Библии. В египетских и ассирийских надписях говорится о стране хетта, или хатти. Хеты были первым индоевропейским народом, создавший в древности могущественное государство. Первоначально хетские племена обитали на степных территориях, расположенных к северу от Черного и Каспийского морей. Здесь они занимались животноводством, разводили коз и овец, со временем приручили лошадей и научились использовать их для передвижения колесных повозок. Вопросы по данной теме. Вопрос один. Правда ли, что хеты упоминаются в священной книге Библии? Правильный вариант ответа А. Да, правда. Об этом я расскажу. Правда ли, что первоначально хетские племена обитали именно в пустынях? Как вы уже, наверное, догадались, правильный ответ – нет, так как первоначально хетские племена обитали именно на степных территориях. Расположенные к северу каких морей находились территории степные, на которых изначально жили хеты? Правильный ответ – черного и Каспийского морей. Следующий вопрос – кого разводили хеты, то есть каких животных? А правильный ответ – коз и овец. Я надеюсь, ты справился. Переходим к следующему вопросу. Кого со временем научились приручать хеты? Правильный ответ – конечно же, лошадей. Вариант людей я добавил в шутку, и чтобы те, кто плохо знает историю, могли получить балл. Следующий вопрос – для чего со временем люди научились приручать лошадей? Правильный ответ – лошадей научились приручать для того, чтобы использовать их для передвижения колесных поводок. Я надеюсь, ты справился с этой темой. Пойдем дальше. Следующая тема – законы в хетской державе. Очень интересная тема. После нее также будут вопросы. Давайте приступим. В богатой сокровищнице Багзейского архива едва ли не самыми ценными текстами являются две большие, правда несколько поврежденные клинописи – таблицы, сохранившиеся часть законов хетских царей. Одну таблицу можно датировать примерно концом XIV века, а другую – первой половиной XIII века до Уншеры. Благодаря ряду имеющихся фрагментов текста в содержании таблиц, а в особенности той, которая старше, была почти полностью восстановлена. Содержание первой таблицы подсвящено вопросам уголовного права. Убийство, преступление против личности, кража, скота из домов, поджоги, закромов, бегство и укрывательство рабов, похищение и т.д. Что касается второй таблицы, то она производит впечатление беспорядной выписки самых разнообразных дополнительных положений с прибавлением обширного тарифа цен различных товаров. К некоторым статьям, выписанным в первой таблице, писец добавлял замечание о том, что внесло новое законодательство в старое право. В хетских памятниках право несколько детализировано по сравнению с закономами Хамурапи. По крайней мере, если бы таблички Багазейского архива дают нам полную картину хетского законодательства, то такой вывод кажется бесспорным. Например, каша различных видов скота в различных частях хетского сборника трактуется в противоположный законам Хамурапи весьма подробно. Что, пожалуй, и неудивительно в обществе, в котором скотоводство играло еще и в это время значительную роль. В других случаях следует искать причину большой детализации законодательства хетских царей в большой сложности социальной экономики и условий. В одном отношении хетское право было значительно более совершенным, нежели законы Хамурапи, а именно в отношении кары за убийство. Умышленное убийство каралось двойным штрафом по сравнению с убийством, когда грешит лишь рука. Значит, хетский законодатель принимал во внимание наличие злого умысла или отсутствие его у виновного. В дальнейшей переработке первой таблицы в случаях убийства купца предусматривались три возможные причины преступления. Убийство купца с целью грабежа, убийство из мести, а не из корысти, и, наконец, убийство по неосторожности. А что касается законов Хамурапи, то злая воля в них учитывалась в очень малой степени. По сравнению с законами шумеров, ассирийцев, евреев, египтян, хетские законы при первом поверхностном взгляде кажутся более мягкими. Однако следует подчеркнуть, поэтом мягко-сетских законов является лишь кажущейся. По отношению к рабам эти законы были чрезвычайно жесткие, а по отношению к свободным – более гуманны. Свободный человек должен был платить за кражу лишь штраф 12 силиклей, заменивший штраф в одну мину. 60 силиклей или около половины килограмма серебра, установленные более древним законодательством. Раб за то же преступление платил меньший штраф. И платил, конечно же, не он сам, а его хозяин. Но зато раб карался обрезанием ушей и носа. В случае поджога свободный должен был лишь снова построить этот дом. Но если раб поджигает дом, если даже хозяин его возместит убыток, то рабу отрезают нос и уши его хозяину. Подобная же дифференциация в наложении кары по отношению к свободным рабам имеет статья, связанная с представлением о магическом употреблении чьим-либо именем с целью причинить вред. Если свободный человек убьет змею и назовет при этом имя кого-либо, то он должен платить за это мину серебра. Если же это делал раб, то он должен за это умереть. Вообще, через все законы хетских царей приходит красной нитью противописание раба свободному человеку. По отношению к непокорным рабам, хетские законы были значительно более жестокие, нежели законы хамурапи. Вавилонский раб за сопротивление своему господину подвергался отрезанию уха, а хетский раб предавался мучительной смерти. Возможность брака раба со свободной женщиной была ограничена. Наряду с двумя статьями, допускавшими брак раба со свободной женщиной, мы имеем две статьи, которые должны были препятствовать сожительству свободной женщины с рабом. Рабы, от сожительства, с которым хетские законы стремились удержать свободных женщин, были, конечно же, не рядовыми рабами, а рабами, которые занимали прелегированное положение. Подобные рабы-сокровищницы и... Следующая тема царь и царская власть. Во главе хетской державы стоял царь. Он был верховным главнокомандующим, верховным судьей и верховным в лицо многих богов. Царь был обязан вести войны и выполнять священные ритуалы. Успешные военные походы приносили богатую добычу, а от молитв богам зависела сама жизнь страны Хатти. Царю хеттов первоначально не поклонялись как божеству, однако со временем его стали обожествлять как бога грозы. Даже во время войны царь оставлял вместо себя своего полководца и спешил в столицу для совершения религионастных церемоний. Важным достижением хеттов были их законы. Людей по закону могли приговорить к смертной казни, и даже царя хеттов на раннем этапе развития хетского государства за нарушение законов могли наказать... Сейчас я вам покажу очень интересное задание. Здорово, брат, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете? Вы знаете, что вы делаете? Уминити, Сунандоли, Зун, Варайи, Арупа, Умимата. Шар Рабу, Шар Рудан, Шар Бабелим, Шар Мат Шумери и Аккадий. Я не хочу сказать, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете. У меня очень много времени. Я не знаю, что вы делаете, что вы делаете. Что вы делаете, что вы делаете?